Всем привет! Вы на канале Вкуснейшин с Ланой и Ланви. Ну что у нас сегодня 1 марта и первый день весны. И как всегда 1 числа на моем канале обзор моих покупок из магазина Фикс Прайс. И если вам интересно это видео, оставайтесь со мной. Итак, первая моя покупка это вот такая замечательная фоторамка. Фоторамки я покупаю довольно таки часто. Эта фоторамка мне очень понравилась. Размер значит здесь 21 на 15. Производитель это у нас город Рязань. Она смотрится очень оригинально, посмотрите. И цена за такую фоторамку я заплатила 77 рублей. Следующая покупка это у меня кисти для макияжа. Вот такие кисти. Каждая кисть стоит 99 рублей. Первая кисть у меня предназначенная для нанесения и растушевки теней для век. И вторая кисть это для создания макияжа бровей. Сейчас я вам их открою и покажу. Итак, первая кисть это кисть для растушевки теней для век. Вот так она смотрится. Еще раз повторюсь, что цена 99 рублей. В принципе кисть неплохая. Мне она нравится. Сейчас я вам покажу кисточку для бровей. Как она смотрится или как она выглядит. Значит вот так. С одной стороны кисточка смотрится. Еще раз так же скажу, что цена 99 рублей. И с другой стороны вот такая вот щеточка. А так же я купила две замечательные тарелки. Такие тарелки мне очень нравятся и посуду я люблю. Одна тарелка у меня белая, вторая тарелка у меня черная. Значит производитель это Франция. Я вам покажу. Вот здесь написано, что эта тарелка суповая 20 сантиметров. Действительно производитель Франция. И одна вот такая замечательная тарелка стоит у нас 99 рублей. Такую посуду я наподобие приобретала в домовом. И скажу, что они там стоят очень-очень дорого. Следующая моя покупка это доска гибкая. Доска универсальная, разделочная. Размер 27 на 37. Она продавалась у нас только в таком вот салатовом цвете. Также эта доска может использоваться для детского творчества и для работ по дому. Значит, что могу сказать, действительно доска хорошая. Очень легко она гнется, но она не очень тонкая, чем мне очень она и понравилась. И цена составляет 55 рублей вот за такую покупку. Следующая покупка это полотенце круглое с кружевом 70 сантиметров. Цена его 99 рублей. Продавалось оно в фиолетовом цвете, розовом и голубом. Здесь есть вот такой удобный бантик с веревочкой, что позволяет его удобно в любом месте повесить. Мне оно понравилось, оно очень-очень плотное и внизу вот такое кружево. Оно сделано круглое полотенце. В принципе, по качеству оно неплохое. Вот, единственное, что я хочу его постирать и посмотреть, как оно будет выглядеть после стирки. А так, очень оригинальное. Можно такое полотенце даже кому-нибудь сделать, как подарок. Вот. И цена такого полотенца, еще раз скажу, 99 рублей. Также приобрела вот такую губку. Я такие губки покупаю довольно-таки часто. Здесь 8 штук, она универсальная для всех типов посуды. Здесь мягкий слой для деликатного мытья. Губки я использую часто, меняю их также часто, поэтому я их с удовольствием за 25 рублей в фикс-прайсе приобретаю. Также купила хозяйственные перчатки в фикс-прайсе. Такие перчатки я уже покупала. Я в основном их использую для кулинарии. Вот. Они очень удобные, очень плотные и цена их составляет 55 рублей. Могу сказать, что никакого резкого запаха перчатки не имеют. Вот. Поэтому я их покупала уже первый раз. Здесь их 10 штук. И с удовольствием приобрела сегодня второй раз. Следующая покупка это домашние женские тапочки. Сразу могу сказать, да, тапочки бывают разного качества. Но я их покупаю в фикс-прайсе. Почему? Потому что они самые дешевые. Это 99 рублей по нашему городу. Есть тапочки, которые я носила и 3-4 месяца. Есть, которые носишь реально только один месяц. Но меня устраивает цена. Вот. И я всегда, когда еду в фикс-прайсе, стараюсь купить себе домашние тапочки. Купила также две пары носки женские. Вот такого вот они цвета. Они укороченные. Мне такие носки очень нравятся. Потому что в основном я предпочитаю носить спортивную обувь. Вот. Также удобно их одевать, если, допустим, под какие-нибудь короткие ботинки. Тоже такие носки мне очень нравятся. Значит, и цена за одни носочки составляет 50 рублей. Вот в таком цвете я взяла. И в таком цвете. И состав у нас здесь это акрил и эластан. За 50 рублей взяла вот такую наклейку для детей. Дети очень любят наклейки. Я им очень часто их покупаю. Это у нас объемные наклейки с глазками. Вот здесь инструкция, как ее необходимо наклеить. И вот такая интересная наклеечка у нас продавалась в фикс-прайсе. Второй раз я уже приобретаю вот такую наклейку. Нам она очень понравилась. Это наклейка декоративная, светящаяся в темноте. Мы ее наклеили на окно. Я вам кусочек видео вставлю, как она смотрится. И решили просто еще приобрести одну. И также ее приклеить к стеклу. Вот, значит, клеится она очень легко. Также она легко очень снимается. Здесь вот много вариаций, какие есть. Машинки, звездочки. Нам почему-то понравились вот такие вот космические различные ракеты. Выбрали дети. Написано, что это яркое освещение в темноте. Зависит от степени освещенности помещения. Чем ярче была степень освещенности днем, тем ярче светятся они ночью. Также здесь написано, как клей, то есть нарисовано. И такая наклейка стоит 55 рублей. Также приобрела это суперконцентрат Вернелли. Стоит он 99 рублей. Здесь хватает на 30 стирок. Объем у нас здесь 910 миллилитров. Он с приятным очень запахом. И продается он по цене, еще раз скажу, 99 рублей. Также приобрела это влажные салфетки детские очищающие от Котен. Здесь с первых лет жизни 80 штук. Салфетки не мокрые, в меру влажные, с приятным-приятным запахом. Еще раз повторюсь, что эти салфетки меня устраивают больше, нежели салфетки, которые продаются в Ашане. Цена этих салфеток составляет у нас 50 рублей. Поэтому я приобрела 2 пачки. Итак, вот такие покупки я сегодня сделала в магазине Фикс Прайс. Если вам мое видео было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если кому-то не понравилось, ставьте дизлайки. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Заходите в нашу группу, делитесь своими вкусными рецептами. А также вам хочу сказать с первого, с днем весны. Всего хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok